Продолжим тему онкологии. Я почитаю вам свою книгу. Первая статья. Разговор с больным. Одно время, это 1982-85 годы, у меня было нечто похожее на онкологию. И я на себе почувствовал, что такое боли, что такое безысходность, каково это умирать, будучи еще молодым и живым. В таком состоянии я задавал себе вопросы. Что это за напасть? Почему и за что? Как это случилось? Где мои ошибки? В чем они? Кто и как меня сможет вылечить? Вообще, как выздороветь? Сейчас 2002 год. И на многие эти вопросы я нашел ответы. А главное, жив, здоров и даже процветаю. Сейчас идет 2019 год. Для справки. То, как я ответил на ранее поставленные вопросы, что нашел против онкологии и прочее, заинтересует и онкологически больного. И поможет ему обрести не только здоровье, но и найти самого себя. Начнем с самого основного, с философии. С любви к мудрости. С любви к рассуждению. Умению владеть своим умом. Прежде чем задать самому себе первый вопрос, что собой представляет онкология и какая именно ее разновидность у больного, немножко порассуждаем. Это поможет лучше понять суть вопроса. Первое. Что собой представляет организм человека? Странный вопрос. Но если мы правильно на него ответим, то на 90% решим собственные проблемы с онкологией. Организм состоит из энергетического поля, которое имеет очень сложное строение. Намного сложнее, чем физическое тело. И физическое тело. Суть заключается в том, что человек-дух. В первую очередь, это энергетический загусток или энергетическое поле. Она же полевая форма жизни. Оно же сознание в широком смысле слова. Первое. Физическое тело – лишь инструмент, с помощью которого дух может проявиться и действовать на материальном плане нашей планеты Земля. Подчеркнем главную особенность. Дух. В скобках. В дальнейшем я буду его называть полевой формой жизни человека и лепить под себя физическое тело. Второе. Что собой представляет онкологическая опухоль? Ненормально разрастающаяся ткань организма. В зависимости от вида ткани получает название и опухоль. Злокачественная опухоль называется раком. Таким образом, мы имеем рак кожи, рак крови, рак груди, рак желудка и тому подобные раки. Третье. И вот мы подошли к ключевому вопросу. Что побуждает ранее нормальную ткань организма превращаться в раковую опухоль? Медицина на это однозначного ответа не дает. Причин великое множество. Но лично нам, больным, важно знать, причина это в полевой форме жизни или в физическом теле. Ведь прежде всего нормальную ткань организма что-то побуждает расти. Так вот, этот побудительный мотив в чем он заключен? В полевой форме жизни или в физическом теле? Поясню, о чем я говорю. Начнем с простого и понятного. Человек попал под радиоактивное облучение и получил рак. Человек спит на геопатогенной зоне и у него возникает рак. Существуют целые раковые дома. Сапожник держит гвозди во рту. Так удобнее ему было работать. Заработал рак грубый. Трубочист чистит трубы. И от сажи у него возникает рак мошонки. Человек подхватил где-то вирусы, грибки, микропаразитов, листов и они спровоцировали рост опухоли. Человек кушает вредную пищу, содержащую канцерогены и постепенно у него рак желудка. Человек страдает запорами, ежедневно отравляет свою кровь в дермицу. И у него тоже рак. Человек любит пить очень горячий чай, кофе. У него рак пищевода. Эти и еще множество иных материальных, внешних причин и их взаимных сочетаний приводят к возникновению и росту опухоли. Но все эти причины физические и связаны с физическим телом. Их раздражающие факторы действуют так, что побуждают раздражаемые клетки к ненормальному росту. А теперь перейдем к более сложным вещам. Побудительный мотив к опухолевому росту ткани может быть в полевой форме жизни. Это своего рода посторонняя программа, которая из ткани организма строит под себя материальное тело. Вы хотите пример? Пожалуйста. Американские ученые установили, сняли на пленку в особом излучении, что зачатие это обволакивание яйцеклетки энергетическим облачком, которая начинает активизировать яйцеклетку на делении и далее на рост клеток. Делают аборт, все выскабливают и продолжают наблюдать. Физического тела зародыша нет, а фантом зародыша растет и вырастает до ребенка, которому надо родиться. Женщина может испытывать что-то вроде родов, когда подошел срок. В зависимости от срока аборта, фантом будущего ребенка, а это энергетическая программа, может внедриться в стенку матки и строит из нее для себя материальное тело, опухоль. Грубо говоря, на информационно-энергетическом уровне уничтожимого нет. Внедриться в человека может и программа со стороны. Перейдем к еще более сложным вещам. Любая мысль – это информационно-энергетическая программа. Чем чаще и ярче она воспроизводится, тем сильнее становится. Порождает эти программы сам организм человека, вернее его сознание. Причем органы на материальном уровне выполняют физиологические функции, а она информационно-энергетическом порождает эмоции и настроение. Например, печень – орган обмена веществ, пищеварение. Но она же порождает эмоции и настроение гнева, раздражения, злости и храбрости. Точно так же и другие главные органы на физиологическом уровне выполняют функции, обслуживающие потребности физического тела. А на полевом уровне – потребности сознания, эмоций, настроения и мысли. Программа, порожденная сознанием человека, может остановиться, закрепиться и даже притянуться к тому органу, который ее произвел. Чем чаще орган вырабатывает ту или иную эмоцию, настроение, мысль, тем сильнее она становится и разрушает нормальную структуру органа на энергетическом уровне. Именно она также искажает энергетическую структуру органа, что провоцирует клетки на безодержное деление. Таким образом, мы невольно подошли к характеру человека. Оказывается, хронически болеют те люди, у которых характер с изъяном. Именно черты характера порождают прерасположенность к онкологии. Сочетание этого с другими факторами делает ее неизбежной. Ответив на эти основополагающие вопросы, нам становится ясным, что это за напасть такая онкология, почему и как возникает, кто и как ее может вылечить. Но еще мы не разобрали вопрос, за что нам посылается такая болезнь. Давайте разберем и этот вопрос. И опять начнем с философии. Человек создан по образу и подобию Бога. Чтобы хоть чуточку познать Бога, познаем самого себя. Человек на материальном плане огромная сумма клеток. Все эти клетки вроде бы живут сами по себе, но в целом работают на одно, на благо организма. Каждая исполняет свою роль и функцию. Оправляет заботу и надзор над ними. И если теперь вернуться к человеку и его роли в мире, природе, то встает вопрос, а нужны ли мы миру и природе, то есть Богу свою нужность, каждый человек ежедневно доказывает своим образом жизни. И если человек погряз в своем узком мирку, делает все для себя, и ему дела нет до остального, то и остальному дела нет до него. Он не нужен Богу. Более того, он ему становится вреден, как раковая клетка для всего остального организма. Гениальная фраза Иисуса Христа о том, что по воле Бога и в волос не упадет с головы человека, говорит, что человек так поставил себя в этой жизни, что он Богу, то есть миру, природе, космосу не нужен. И ненужного человека убирают с помощью его же порочного образа жизни, порочных мыслей, порочных дел. Рак – это расплата человека за свою ненужность, разрушительные эмоции, мысли и дела. Человек сам того не подозревая, нарушил и исказил свою связь с источником жизни, как клетка с организмом. Болезнь приобретает значение своеобразного предупреждения. Мол, восстанови связи, подумай, как ты живешь. Как только человек начинает это понимать и восстанавливает связи, как клеточка с организмом, положительные мысли, действовать на благо планеты, людей, животных, растений и так далее, соблюдать технологии жизни своего организма, питания, движения, распорядок и так далее, Так любая болезнь быстро проходит. Если что-то делается однобоко, результат минимален. Если человек упорствует своим невежеством, эгоизмом и усугубляет свою ненужность, думает, что его вылечат за деньги и тому подобное, то урок преподается в более понятной форме, вплоть до полного уничтожения на физическом уровне. Примеров тому миллионы. Вы можете соглашаться с этим или не соглашаться, но с человеком поступают точно так, как организм поступает со строптивой клеткой. Сначала ее вразумляют, если не поняла, уничтожают. Исходя из вышеизложенного, становится понятным, почему существует так много способов лечения рака. У каждого онкологически больного человека нарушены те или иные связи, сумма связи. Для их восстановления годятся те или иные средства. Если их применить в полном объеме, наступит полное выздоровление и полное благополучие. Восстановленный частично застрял в болезни, получил половинчатый эффект. Если лечится не в том направлении, то и результат нулевой. Особенно важно понять, в какой из двух, чаще всего в обеих частях организма, произошло нарушение в полевой форме жизни из-за эгоистических эмоций и тому подобного, либо в физическом теле от внутренней грязи из-за запоров, паразитов и так далее. И в соответствии с этим выбрать лечение, работу над собой. Например, если у больного произошло сильное нарушение структур полевой формы жизни в результате длительных, сильных, отрицательных мыслей и эмоций, то надо применять методики по их восстановлению, работе с чертами характера. А это очень кропотливая и откровенная работа со своим сознанием. И если же человек страдал многолетними хроническими запорами, то здесь прекрасно помогут очистительные методики, правильное питание. Если онкология вызвана микропаразитами, листами, вирусами, грибками, то наиболее успешное лечение бывает от применения растительных и органических ядов, боли головы, аконита, керосина, сулимы, пищевой соды и так далее. Если причина онкологии вызвана нахождение в геопатогенной зоне, то пока с нее не уйдешь, ничто не поможет. Зачастую происходит наложение одного фактора на другой, усагубляющий. Поэтому надо разобраться и начать с самого существенного, но не забывать и про второстепенное. В противном случае, со временем, то есть в процессе лечения, второстепенное превращается в основное. И человек буксует, оздоровление не идет, успех частичен. Это особенно касается онкологических больных. Сделали через год, через два, через три, через семь рецидив. Итак, мы с вами разобрали самое главное в онкологии. Почему заболели? Что собой представляет болезнь? А главное, можем самостоятельно найти способы своего исцеления. У любого человека достаточно внутренних сил и возможностей для того, чтобы легко и быстро справиться с любым недугом, заболеванием, раком в конце концов. Наша задача – познать себя и умело применять свои могучие божественные силы.